Я вчера на винтовом самолете прилетел в Ингушетию в такой турбулентной ситуации. Приехал в город, куда трое журналистов из пяти побоялись ехать. Чего бояться-то? Я создаю, я созидаю. Чего мне бояться? Когда ты отливаешь заготовку, когда ты что-то делаешь, это следующая часть, когда ты ее красишь, когда ты выпиливаешь, когда коробочка продается людям. Это все часть одного производственного процесса созидания. Это часть единого процесса созидания. До прилавка, созданного вот это, оно ничего не стоит. Оно начинает стоить только тогда, когда за это в кассу отнесены деньги. До этого это просто железка, это заготовка. Она становится телефоном, это заготовка, когда по ней начинают звонить после того, как за нее заплатили. Мы часть производственного процесса, самая красивая и самая благородная. Наверняка у вас не 8-часовой рабочий день. Ну где-то в 8-часовой. Сейчас или всегда так было? Всегда так было. А как вам удается столько всего успеть сделать? Потому что многие люди, у которых там серьезный бизнес, еще что-то жалуются, что... Проблема с делегированием полномочий. Надо, выбрал человек, надо ему доверить, пусть работает. Вот кто работает по 16 часов в сутки, они просто хотят работать по 16 часов в сутки и все. Надо полномочия делегировать. Люди приходят, вот элементарно приходят на работу, анкета, да? Они заполняют не все графы, хорошо. А почему не все графы заполняешь? Ну это же просто так, графы. То есть люди настолько привыкли жить в ненастоящем, в несуществующем мире, где есть просто такие графы, ради чего-то происходящие вещи, ради чего-то созданные структуры, ради чего-то там происходящие процессы. Вот для такого самообмана, для такого чудовищного формализма. Это наследие советское, и оно занимает очень большую часть мозга. Это вред, который надо из себя изгонять. Он выходит с потом. Самое основное, самое важное. Быть доброжелательным от природы человеком. Это 80% успеха компаний, работающих в рознице и в сервисе. Быть доброжелательным от природы. Знание по телефону, умение быстро, четко и качественно работать, это все приложится. Быть доброжелательным от природы – это залог успешной карьеры в компании. Ну и неленивым, естественно. Нет авторитетов, нет кумиров, нет... Вообще, людей, с которых там берут пример, все подвержено сомнению, все подвержено, ну вот, чувствую там, что вот это все не так, что это все не по-настоящему. Что вот, ну, если кто-то успешный, ну, наверняка он вот просто скрытый какой-нибудь уголовник. Ну, все, что надо, все, что ты делаешь, нужно делать профессионально. Я профессионально умею, там, как мне кажется, там, торговать. Здесь, наверное, нужно вырабатывать в себе больше цинизма. Как-то быть спокойнее. Более смотреть дальше, вперед на более отложенные результаты. Не знаю, наверное, нет. Было два мероприятия протокольных. Одна – инаугурация, другая – встреча президента с бизнесом. Это протокольные встречи. И проявить неуважение к первым лицам государства, не выполнив дресс-код, ну, это глупость. Я, если в ресторане, вот если в ресторане дресс-код – это гордыня, и пошел бы этот ресторан на три буквы. А если приглашают президент, то надо должное уважение, не то, чтобы проявлять, а еще и демонстрировать. Это абсолютно нормально и естественно. Люди, которые выполнили все свои мечты и планы, вот в двух телогрейках лишат под забором. Вот. Потому что у них что есть, то и надо. Именно потребности двигают человека вперед. Потребности и желания, и амбиции – это абсолютно нормальный, естественный мотиватор всех исторических процессов вообще. А вы для себя именно разделяете планы и мечтания? Нет, практически нет. Бесплотные мечты – это же глупость. А если бы я был дюймовочкой? Ну, и что об этом думать? Да, ну, ты можешь об этом 20 минут подумать, и она будет вычеркнута из жизни. То есть, не минута просто так? Все должно, все время должно быть что-то делать. Почему? Почему можно потратить время на созерцание желтых листьев? Это вообще полезно. Вот такой вопрос. Не поступали ли вам предложения с каких-то других компаний поработать там? Я не буду работать наемным человеком. Ну, может, у тебя не поступали такие предложения? Ну, поступали, но я не буду работать наемным человеком. В принципе. Спасибо.